Если захочется посмотреть красоту мира в концентрированном виде на холстах, приходите в Пушкинскую галерею. Поклонникам живописи будет на что посмотреть. С начала мая здесь проходит персональная выставка чеченского художника Зилавдея Шуркаева. Презентуя свои работы, автор подчеркивает, художник просто смотрит и переносит на холст, пропуская через себя увиденное. Он так и живет, путешествует, наполняется впечатлениями, пишет и проводит персональные выставки. Художник по-своему смотрит на краски, на природу, и он хочет передать то, что он видит, как он ее представляет. Я считаюсь чеченским художником, который передает всю красоту нашей общей страны. На открытии выставки заместитель главы администрации Анна Шумкина и начальник управления культуры Елена Шаповалова поблагодарили за предоставленную возможность побывать на выставке и вручили благодарственное письмо. Потому что искусство безграничное, что его сила волшебна. И действительно, вот я обратилась к вам по имени, вы разрешили, спасибо большое, но только настоящий друг на Рожелезноводске, Кавказских минеральных водок. Кавказа, России может рисовать такие замечательные полотна. На картинах действительно много Железноводска. Трижды приезжая в наш город, художник оценил его красоту, был впечатлен. Площадь Ленина, озеро Тридцатка, дворец Эмиро-Бухарского, Пушкинская галерея, улицы и тихие уголки курорта. Интересна выставка и по своему размещению. Композицию всю выстраивали от Пушкинской галереи. То есть это центральная картина этой экспозиции. Мы сначала сделали Железноводск, затем мы перешли к Кавказским минеральным водам и местам, по которым путешествовал художник. Здесь есть Карелия, Байкал, Крым, Кабардино-Балкария. Здесь мы сделали просто природу, а там мы повесили картины городов. Но в сердечко мне вошла вот эта картина «Заря на море». Очень мне нравится. Великолепно передана прозрачность волн. И прям чувствуешь, как вот это солнце, еще вот даже прохладой какой-то веет. Чувствуется, что вот сейчас брызги пойдут. В общем, великолепно. 83 картины, и каждая наполнена любовью к природе, родине, этому миру. И это чувство передается зрителю. Посмотрев их, хочется обязательно вернуться еще. Выставка будет работать до 30 мая. Субтитры подогнал «Симон»